Большое событие для самых маленьких. В четверг в детском саду номер 17 открыли дополнительную группу для малышей от полутора до трех лет. Изначально в дошкольном учреждении было шесть групп, которые посещали 149 детей. Теперь к ним присоединятся еще 20 ребят. Увеличить число мест в детском саду удалось за счет переоборудования методического кабинета и подсобного помещения. Мы нашли резерв помещений, которые были в дошкольном учреждении. Позволило нам переоборудовать группу для раннего возраста. Так как по Санпину мы можем располагать детей только на первом этаже, на данную группу поднимутся дети среднего возраста. А помещения на первом этаже, которые имеют теплые полы, то есть там все создано для детей самых маленьких, нам позволило принять с декабря месяца. Переоборудование кабинета в просторную группу с игровой, спальной и обеденной зонами, а также кухней и санузлом стоило больше миллиона рублей. Большая часть из этих средств, 970 тысяч, пошли на ремонт. Остаток на покупку мебели и оборудования. Так без строительства удалось создать очень важные для этого района 20 ясельных мест. Фронзенский район – это район самый густонаселенный. И дело в том, что в последнее время как раз в центре города, во Фронзенском районе, ведется большое строительство. И очень часто видно, что застройщики на своих баннерах как раз размещают информацию о том, что очень хорошая инфраструктура. Детский сад, школа рядом с тем домом, который будет вводиться в действие. Но не учитывая того, что эти детские сады и школы уже заполнены детьми. И сегодня открытие вот 20 мест – это действительно событие для Фронзенского района. 20 ребят смогут прийти в детский сад, 20 мам смогут выйти пораньше на работу. Переоборудовать уже имеющиеся помещения всегда проще и дешевле, чем строить с нуля. Оптимизация в сфере дошкольного образования продолжается уже не первый год. И легких путей решения проблемы нехватки мест в детских садах практически не остается. В планах до конца года создать 172 компенсационных мест в детских садах. Когда закончатся все резервные помещения, проблему будут решать путем пристройки групп к существующим зданиям детских садов. Наталья Югутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.